Прошла ровно неделя со дня гибели президента Чечни Ахмата Кадырова, но ни одно из последующих событий не сопоставимо с резонансом взрыва на Грозненском стадионе Динамо. Правление Ахмата Кадырова не выглядело решением самой болезненной для России чеченской проблемы, но по крайней мере, внятно указывало, какой путь к решению избрали Москва-Кремль. С назначения в 2000 году Ахмата Кадырова главой временной администрации Чечни, российские власти и лично президент Путин, чем далее, тем более делали ставку только на бывшего муфте. При их явной поддержке и устранении серьезных противников, Ахмат Кадыров в октябре прошлого года был избран президентом Чечни. Ему позволялось очень жестко и публично настаивать на своих предложениях, в том числе кадровых, и на момент гибели власть в Чечне была выстроена под Кадырова. Ахмата Хаджи взорвали 9 мая во время празднования Дня Победы, а еще накануне говорили о скором выходе из леса Масхадова и, значит, в конце сопротивления. На трибунах становится тише. Вот недавние кадры. Раскрошенный бетон, рваная арматура и три пятна крови, там, где сидели Кадыров, Исаев и генерал Баранов. Кадыров, Исаев и генерал Баранов, Исаев и генерал Баранов, Исаев и генерал Баранов. Кадыров, Исаев и генерал Баранов, Исаев и генерал Баранов. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...